Малышка Рамона Я позвонила, попросив помощи, спросила, могу ли я помочь ребенку. Разумеется, я сказала, да. Сразу позвонила в клинику, и, как всегда, Барков мне не отказал. Я искренне ему благодарна за то, что он спас уже столько жизней. А ведь спас он уже сотни. У нее раздроблен таз и выбит плечевой сустав. Лапку ей вчера прооперировали. Таз решили подождать, потому что девочка ослаблена ударом. Неизвестно, что у нее пока сотрясением мозга. Надо выждать. Поэтому решили подождать недельку. Первую операцию ребенок перенес хорошо. Уже очнулась. И у нас с вами, друзья, на попечении появилась еще одна крошечная лохматая душа. Глаза у нее, как у ребенка, грустные. И какие-то, знаете, неверящие, что ли. Вот смотритесь в эти глаза. Он так и спрашивает, за что? Рыжие девочки в попонке пиаметра. И вот ей еле и еле спасли жизнь. Ее зовут Рунья. Рыжие девочки в попе. Рыжие девочки в попе. Рыжие девочки в попе. Рыжие девочки в попе. Щенки очень тяжелые. Очень. Это тоже. Носик сегодня хороший. Но нос промыли, потому что тоже кашлит. Носик у него текет, видишь? Этого не знаю, он доживёт или нет Ему очень плохо Ещё здесь Это просто дети, которым надо помочь Просто маленькие дети И они нуждаются в нас Просто нуждаются Я уже сделала ребёнку баралгин Но он всё равно плачет Дала энтерофорил вовнутрь Но ему очень плохо Возможно, из-за того, что у него ещё и грыжа Возможно, поэтому ребёнку так больно Дай Бог, чтобы он дожил до утра И вот таких детей Мы своим равнодушием обрекаем на смерть Мы, люди, за что? Скажите просто, за что? Чем они перед вами так сильно виноваты Что их пинают, бьют, издеваются Что такого страшного они сделали в этом мире Что ещё до рождения Мы их половина мира их ненавидит? А ведь собака считается другом человека Настоящим другом, готовым отдать за него жизнь Ну что же мы тогда так отплачиваем им злом Равнодушием Стреляем ядом, уничтожаем Из-за собственной беспечности И безлаберности Они платят своей жизнью А если бы люди так платили? Почему мы не задумываемся над этим? Почему мы не понимаем и не осознаём? Почему мы не чувствуем чужую боль? Почему? Господи, люди, что с нами стало? Почему, скажите, почему? Никогда не задавали себе вопрос Что происходит? И почему в лучшем случае брезгливо отвернуться? И, может быть, только один из ста поможет? На что мы надеемся, скажите? Зачем мы строим храмы? Молимся Богу? И в то же время уничтожаем, убиваем На что мы надеемся? Врём сами себе? Просветление души на какой-то час А потом опять тьма Зло, тернота И полное равнодушие И полное равнодушие Полное равнодушие к чужим страданиям А ведь они вокруг нас Голодные, испуганные Измождённые И всё, что у нас для них И всё, что у нас для них нашлось Это дротик с ядом Что же с нами стало, люди? Что же с нами происходит? И почему вы такие равнодушные? Ведь каждый человек рождается добрым, ласковым Нежным Так же, как и любое существо на земле С рождения в каждом из нас заложена доброта Почему же потом мы словно одеваем панцирь какой-то Из равнодушия и злобы? И страшен даже не злой человек Самый страшный Это равнодушный Тот, кто способен, отвернувшись, пройти мимо Вот это я считаю самым страшным А вы? Ну что, девочки, я закончила капельницы Разложила малышей всех Кто-то там спит А двое здесь В двух переносочках Двое в клеточках Остальные там Да, всех разложила И приготовила себе постель Сегодня я домой не успеваю У меня нет машины, чтобы доехать Поэтому сегодня мы ночуем здесь На пару вот с этим моим крокодилом Маленьким Который кашляет сильно Но подушки нету Будет куртка вместо нее Зато есть одеяло И подушка Грелочка вот такая маленькая У меня будет под боком Так что, ребята, сегодня Вот такие у меня дела Бардак, правда Но я очень устала сегодня Поэтому Просто лягу и сплюсь Если получится Всем доброй ночи, девочки Всем доброй ночи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!